Совсем недавно стал известен новый в мире медицинский термин «кризис» на явление, которое свойственно современному обществу. И с чем не сталкивались люди еще полвека назад? Кто подвержен этому больше всего? Узнаем в сюжете. В последнее время люди все чаще урезают свой сон. В первую очередь это связано с появлением интернета и социальных сетей. Вносят свой вклад во всеобщие недосыпы, так называемые социальные связи, то есть частые встречи с друзьями и работа допоздна. Специалисты университета штата Мичиган назвали это явление глобальным кризисом сна. А установить это удалось после того, как ученые проанализировали показатели еще одного атрибута современности – смартфонов, а точнее приложений для них. Медики взяли для выборки показатели приложений, которые используют в 100 странах мира и отслеживали в течение нескольких лет, как люди расходуют время, биологически заложенное на сон. При этом учитывались возраст, пол и даже световой суточный график. Кроме того, авторы исследования опросили около 6 тысяч человек старше 15 лет. Сколько времени каждый из них тратит на сон, когда просыпается и как это согласуется с заходом и восходом солнца в их широте. Оказалось, что социальное давление в жизни современного человека отнимает все больше времени, предназначенного на сон. Итог печальный. Все это серьезно нарушают биоритмы человеческого организма, заложенные природой. Исследование показало, что среднее количество сна в мире колеблется от 7,5 часов в Японии и Сингапуре до 8 часов в 12 минут в Нидерландах. Меньше всего спят мужчины среднего возраста. А вот женщины по сравнению с ними настоящие сони. Они спят на целых 30 минут дольше. Кому-то разница в 48 минут может показаться несущественной. Однако как раз недостаток сна в течение получаса способен очень негативно повлиять на здоровье. Доказано, что хронический недостаток сна повышает риск ожирения, диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи считают, что социальное давление способно ослабить и даже скрыть биологические потребности организма в вечернее время. Все это приводит к тому, что человек использует время не для сна, а на социальные связи. В итоге люди ложатся спать поздно, а время, которое предназначено для сна, заметно сокращается. Мало того, ученые доказали, что прерванный сон даже хуже бессонницы. Он не только не позволяет отдохнуть, но и портит настроение. Они пришли к такому выводу после изучения 62 женщин и мужчин, разбитых на три группы. Участников первой будили в разгар сна и просыпались они в плохом настроении. После второй ночи настроение у них ухудшилось на 31%. Участникам второй группы разрешали ложиться поздно, их сон не прерывали. В итоге хорошее настроение снижалось после второй ночи на 12% и были зафиксированы более короткие периоды глубокого сна. Спать сколько угодно разрешали участникам третьей группы и просыпались они в нормальном настроении и полностью отдохнувшими. Кристина Смирнова, Сергей Мякишев, Тюменское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова